Друзья, всем огромный привет! И снова и снова я рада вас приветствовать на своем канале красоты, мотивации и просто хорошего настроения. Как всегда скажу, подписывайтесь, мне интересно ваше мнение, жду определенный фидбэк. Ну и сегодня, конечно же, тоже очень интересная тема, поэтому не переключайтесь. Я ведущая свадьбы и практически каждый выходной я становлюсь свидетелем данного события и имею прямое отношение к процессу создания семьи. Но, увы, я понятия не имею, что происходит дальше на следующий день после свадьбы, когда начинается самая настоящая семейная жизнь. Вы знаете, друзья, я привыкла давать советы по организации свадьбы, я привыкла давать советы о каких-то свадебных пикантностях, моментах. Сегодня я хочу дать советы для вашей жизни, для вашей семейной жизни, которые основаны на моем опыте. Я решила сделать вам топ советов, что нельзя делать в браке. Нельзя сводить жизнь на одном человеке. Об этом трубят все вокруг, что нужно состояться как личность, найти свое дело. То, что тебя радует. Но на самом деле это закон притяжения пар. Чем интереснее вы как личность, тем интереснее вашей паре с вами. Конечно, хочется прилипнуть к своему мужчине, звонить ему каждые полчаса и нежным голосом выпытывать все, что вас интересует. Но мужчинам это надоедает. Им нужно фокусироваться, им нравится побыть одним. Если же в вашей семейной жизни мужчина к вам сильно липнет, это значит у него много свободного времени и пора бы делать результат в карьере. Это, как по мне, прямое назначение мужчины. Как-то я прочитала фразу «Мне хорошо с тобой, но и без тебя мне тоже хорошо». Кто-то наверняка скажет «Это же эгоистично, это же холодные отношения». На самом деле нет. Если вы идете на пути к вашим мечтам, и это делает ваш муж, тогда вы просто круто вместе развиваетесь. Вы эмоционально счастливы и еще больше поддерживаете друг друга. Проводите больше времени вместе, с детьми или друзьями, но в остальное время дайте больше пространства. Вы должны быть интересны себе и вашей паре всегда. Следующий совет. Не пилите. Очень часто в компании подружек в любом месте можно услышать, как девушки обсуждают своих мужей и мужчин. Вопрос, зачем? Просто перемыть косточки? Так я хочу вам напомнить, что это ваш мужчина, вы сами его выбрали, и это ваша опора. Если он дурак, предатель или обманщик, значит вы либо согласны с ним, так дальше жить, либо вы сама еще та штучка. На кармическом уровне это, кстати, наносить удары собственной семье. И ничего хорошего, если вы ждете после этого результат, не получится. Можно спросить совет у подруги, но у каждой семьи свой темный лес, и я не уверена, что любой совет может помочь. Кстати, что мне приятно, это очень редко в компаниях мужчин я слышу, как они обсуждают женщин. Ну, именно в негативном ключе. Они могут посмеяться с нас, уложить нас сарказмом, но никак не сплетнями и этими перемываниями, знаете, косточек. Спасибо, мужчины. Также совет не пилите касается и если у вашего мужчины проблемы на работе, или он вдруг стал мало зарабатывать. Много пропадать на рабочем месте мы исключаем любовницу. Так вот, девочки, унижая его, напоминая об этом, все это не сделает результат. Женщина, она вдохновляет, она умеет молчать, когда нужно, и сказать важное, когда нужно. Мы в семье делаем мужчине энергию, мы мотивируем его, и это нужно делать правильно. Важно в моменты кризиса переждать, не паниковать и быть не агрессором, а понимающим. Ведь даже у самого успешного человека бывает черная полоса, но затем ведь всегда приходит белая. Не ной, это следующий совет. Нам так хочется иногда поплакаться в жилетку, сильное морское плечо. Однако, когда мужчина слышит, что вы ноете, это для него сигнал к действию. Значит, он должен что-то сделать. Иногда ссоры возникают, когда женщина жалуется на жизнь, а мужчина ждет конкретных слов, типа, что я могу сделать, чтобы исправить это. Не нойте просто так. Поконкретнее. Если вам нужен совет, скажите, мне нужен совет. Если вам нужно внимание, скажите, мне нужно твое внимание. Если вы ноете про кофточку из зары, объясните, что вам нечего надеть, и только он, ваш замечательный муж, может разделить с вами эту грусть. Если же у вас реальные проблемы, тогда обговорите с мужем, что он конкретно может сделать в этой ситуации. Если же ноет мужчина, что бывает очень редко, поговорите с ним, дайте ему высказаться, проявите тепло. Возможно, ему нужна просто приятная душевная атмосфера. Если он ждет от вас какого-то решения проблемы, и это в ваших силах, помогите ему. Однако, все остальное для укрепления собственной уверенности он должен сделать сам. Говорите. Проблема людей мира, они хотят поговорить, но открывают инстаграм и пропадают на пару часов. Когда вы в ссоре, расскажите, что вы чувствуете. Разложите всю ситуацию на атомы. Мужчины и женщины, увы, говорят и думают по-разному. А еще говорите о жизни. Узнавайте, что у вашего партнера в голове, чем живет, слушайте, а потом говорите. Стройте планы, обсуждайте. Общие цели, они очень сближают, но только о них нужно говорить. И вот еще парочка советов напоследок. Ну, скажем, такой важный совет. Мне кажется, что муж это не подруга, это опора, это авторитет, это друг. Но не подружка. Надеюсь, понятно. Так вот, к примеру, прошу девочки, не мучайте мужчин в магазинах и на шопинге. Я очень часто вижу увядших, уставших мужчин, которые на вопрос, дорогой, мне красиво, отвечают устало, нормально. Да не помогут они вам, разве что с нижним бельем. Я не беру своего мужа на шопинг. Я спокойно беру деньги, и он идет в ресторан или сидит с телефоном. Следующий совет вкладывайте в красоту. Объясните своему мужчине, что быть красивой одна из лучших инвестиций. И фраза «Я люблю тебя» и такой вообще не должна вас остановить. Ходите в красивых нарядах сегодня, через 5 лет семейной жизни и еще через 25 лет. Будьте красивой для себя, а это заводит. Худейте, ешьте, снова худейте. Но вы должны всегда быть красоткой и, главное, внутри, внутренняя красота. Всем желаю крепкой любви и отличных отношений. Очень хочу услышать ваше мнение. Напишите, а какие у вас правила счастливого брака. Буду продолжать вам дарить мотивационные видео, лайфстайл видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До встречи.